Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о сосне что мы знаем о ней сосна и сосна обычное дерево выглянул в окошко увидел пошел прогуляться по парку или в лес и там они растут практически везде можно встретить это дерево да и ботаническое название сосна обыкновенная говорит возможно и об этом в общем обыкновенная она своей обычностью а для нас даже обыденностью что может быть знакомее проще простой сосны но так ли это на самом деле возможно дерево это удивительное а возможно и даже уникальное и только ли есть сосна обыкновенная они обязательно стоит поговорить поподробнее здесь и сейчас поехали сосну с полным правом можно назвать прародительницей лесов и как справедливо что именем ее названо целое могучее семейство хвойных кедр ель лиственница пихта все они сосновые в семействе сосновые 11 родов но у сосны есть и свой род и не маленький в нем около 130 видов которые рассеяны по всему северному полушарию от экватора до заполярье и ареал каждого вида избрал для себя любимый уголок на земном шаре сосна желтая выбрала западную часть северной америки сосна ладаная юго-восток сша сосна корейская выбрала восточную азию и часть японии а сосна канарская эндемичный вид облюбовавший одноименные экзотические острова да что далеко ходить крымская сосна замкнулась в основном границами полуострова пицунская тоже облюбовала лишь свой мыс а дерево со скромным ни на что не претендующим именем сосна обыкновенная растет по всей европе покорила всю сибирь урал поднялась к полярному кругу соседями в сибири ей стали сосна сибирская кедровая он же сибирский кедр и кедровый стланник с научной точки зрения сибирский кедр относится к роду сосна они к роду кедр шишки которого сильно отличаются от сосновых но еще что одно из самых морозоустойчивых видов сосен является именно сосна кедровая сибирская сибирский кедр растет в регионах с очень холодными зимами где температура может опускаться до минус 50 и ниже это дерево приспособлено к жизни в условиях длительного зимнего периода кроме сибирской кедровой сосны высокой морозоустойчивостью также обладают другие виды сосен включая и сосну обыкновенную и кедровый стланник эти виды сосен прекрасно адаптированы к жизни в условиях сильных морозов и играют важную роль в экосистемах холодных регионов обеспечивая среду обитания для многих животных и птиц а кедровый стланник или сосна стланниковая еще часто называемая кедровником самое невысокое дерево в роду сосен но с огромным ареалом в 6 миллионов квадратных километров у кедрового стланника есть еще одно название карликовая сосна растение этого вида почти всегда имеет кустарниковую форму не выше 3 метров очень редко в благоприятных условиях кустики стланника вырастают до 5 метров а иногда и выше и выглядят как небольшие деревца сосенки кедровый стланник растет в лесах восточной сибири и дальнего востока выживает это удивительно стойкое растение и в суровых условиях крайнего севера и это большое благо для животных и людей стланник не только кормят коренных жителей холодных северных и сибирских областей питательными орешками которые по вкусу не уступают семенам кедровой сибирской сосны хотя и меньшие по размеру но что особенно важно в безлесых районах древестина стланника часто является единственным топливом помогающим людям выживать в экстремальных климатических условиях а самые высокие сосны ламберта эти деревья могут достигать внушительных высот и самые высокие экземпляры могут вырастать более чем на 80 метров в высоту в смоле содержится большое количество сахара из-за чего в сша сосну ламберта называют сосной сахарной сахарная сосна обитает вдоль горных хребтов тихоокеанского северо-запада сша особенно в орегоне и калифорнии она известна не только своей высотой но и огромными шишками которые являются одними из самых больших среди всех видов сосен и могут достигать длины до 60 сантиметров сосна поистине вездесуща где только не встретишь ее она разбежалась по сыпучим пескам забралась на круче нашла приют на севере диком полярница южанка морячка альпинистка сосны всегда смотрятся восхитительно и в принципе они не прихотливы к выбору почвы легко переносят засуху и мороз по этой причине сосна является одним из самых распространенных деревьев на планете хотя по многочисленности количеству деревьев и площади лесов с преобладанием в древостое уступает лиственницы по общей площади ареал в мире занимает первое место среди хвойных деревьев а из древесных пород уступает только иве ольхе тополю и березе следует отметить что сосны также широко культивируются во многих других частях мира за пределами их естественного ареала распространения в том числе в южном полушарии например в австралии где не часто используются в лесном хозяйстве и ландшафтном дизайне сосна пришла к нам из незапамятных времен из такой глубины времени что и вообразить трудно ей почти 300 миллионов лет она из палеозойской эры именно тогда в период карбона суша заселилась первыми наземными позвоночными среди древовидных папоротников появились хвойные растения над сосновым бором парили птеродактиле а у кромки морского побережья плескались ихтиозавры все эти животные давно вымерли а сосна преодолела время как и любое дерево сосна имеет только ей присущие свойства надо лишь уметь увидеть приметливому глазу сосна откроет едва уловимые черты особенности различия их множество вот хвоинка зеленая игрушечная сабелька узкая остроконечная двуострое по краям зазубринки пучки хвоя расположились вдоль побега спирально держится зеленая одежка два-три года затем опадает шишки тоже ключик распознаванию хвойных пород конечно у шишек много общего но это на первый взгляд еловые шишки обычно более длинные и узкие с мягкими гибкими чешуйками они часто имеют более плотную закрытую форму да и опадает еловая шишка сразу в год вылета семян а сосновые шишки обычно более крупные и тяжелые с твердыми жесткими чешуйками которые могут быть заостренными на концах сосновые шишки часто имеют более открытую и широкую форму один класс одно семейство а характеры совершенно разные но насчет кроны и говорить нечего кстати возраст сосны можно узнать не только по кольцам среза но и по форме хвойной шапки к 20 годам крона сосны конус к полувеку крона яйцевидная к 100 годам округляется приобретая чертания шара а еще лет через 70-100 вершина становится плоской как крыша сосна однодомное раздельно полое растение то есть мужские женские шишечки располагаются на одном дереве и размножается сосна по-своему сосны как и большинство хвойных обычно не опыляются насекомыми вместо этого они полагаются на ветер для переноса пыльцы этот процесс известен как анимофилия весенний день когда небо чисто и ясно начинается таинственный ритуал в лесу сосен это время когда сама природа пробуждается к жизни раскрывая свои секреты великолепном танце опыления мужские шишки сосны подобно небольшим скромным скульптурам таинственно вздымаются на концах ветвей они наполнены пыльцой мельчайшими зернами жизни позолоченным солнцем легкими как дуновение ветра и вот с первым теплым порывом они начинают свой древний ритуал выпуская облака пыльцы в воздух эти облака словно волшебный золотистый туман медленно плывут между стволами окутывая лес таинственным сиянием ветер невидимый художник этой сцены ловко управляет потоками пыльцы направляя их женским шишкам которые ждут своего часа возвышаясь на других ветвях того же дерева или соседних сосенок женские шишки словно принцессы леса украшены липкими каплями смолы готовыми поймать и удержать золотую пыльцу каждое зернышко попав на женскую шишку дарит ей жизненную силу становясь залогом нового поколения сосен после опыления они постепенно развиваются превращаясь в зрелые шишки в которых формируются семена так в тишине леса под пением птиц и шепотом ветра происходит чудо создания новой жизни этот волшебный процесс повторяющийся из года в год остается одним из самых завораживающих и вдохновляющих явлений природы символизируя непрерывное обновление и вечное движение жизни весной семечко проклюнется даст сход зеленая стрекозиная крылышко из едва заметной почки вырвется наружу будущий весной побег и на своем кончике выпустит новую почку величиной с дождевую каплю и так будет несколько лет от почки к почке от весны к весне будет тянутся вверх сосенка подтягиваясь и каждый раз заботись о новом побеге к начале июля вытянувшийся побег окраситься зеленой хвоей пушистый постепенно твердеющий колкой игольчатой на молоденьких соснах еще никто не увидит шишек они появляются лет через 30 а то и 40 каждая не больше вишенки две-три шишечки на ветке через год после своего появления шишечки останутся точно такими же как и прежде но в них происходит невидимая для глаза работа таинство которое может сравниться с рождением жизни вызревают семена а сосны тянутся вверх к небу в лесу где властвует сосна время течет иначе сосновый бор это место где мир становится тише а мысли яснее здесь среди высоких стройных стволов кажется что можно коснуться самого сердца природы воздух сосновом бору наполнен тонким целебным ароматом смолы который будто старинный эликсир проникает в легкие очищает разум и успокаивает душу свет пробивает сквозь ветки создает на земле узоры теней и света вечно меняющиеся и всегда новые хвоя под ногами шепчет при каждом шаге рассказывая истории давно минувших дней каждое дерево в бару как старый хранитель исполненной мудрости и спокойствия стоящий здесь уже многие столетия непоколебимый и величественный сосновый бор оживает своими обитателями птицы весело переговариваются на вершинах деревьев белки резво снуют в поисках сосновых шишек а в глубине леса можно уловить шорох крупных животных именно в таком бору растут корабельные сосны это термин который традиционно использовался для обозначения сосен высокого качества подходящих для строительства кораблей в давние времена когда моря и океаны были путями для отважных путешественников и мореплавателей корабельные сосны играли ключевую роль в строительстве гордых парусников эти деревья росшие под шепот ветра и песни птиц хранили в своих стволах тайны дальних странствий и великих открытий в эпоху парусников древесина сосны была особенно цена в кораблестроении из-за своих уникальных свойств корабельные сосны которые использовались в прошлом для строительства кораблей отбирались из-за их уникальных характеристик включая прочность гибкость и длину в разных частях мира для этих целей использовали различные виды сосен сосну обыкновенную кедровую веймутово желтую балтийскую и это далеко не полный список эти виды сосен были высоко ценным в эпоху деревянного кораблестроения из-за их идеальных характеристик для создания корабельных матч бортов и других важных элементов корабля с развитием металлического кораблестроения потребность в корабельных соснах снизилась но их историческая роль в мореплавании осталось средняя продолжительность жизни сосен составляет порядка 200 лет отдельные экземпляры при благоприятных условиях живут до 400 но есть сосны долгожители среди деревьев одиночек сосна остистая межгорная или сосна лангаева является рекордсменом долгое время официально старейшими признавались деревья прометей возрастом 4800 лет срубленная в 1964 году на данный момент известный экземпляр такой сосны это мафусаил находящийся в белых горах в калифорнии в сша возраст мафусаила оценивается более чем в 4800 лет что делает его одним из самых старых живых организмов на земле чей возраст можно точно определить в 2010 году было найдено еще более старое дерево возраст которого на тот момент составлял 5060 лет точное месторасположение сосны известно только администрации парка и ученым координаты сосны специально не разглашаются лесная служба сша хранит их в секрете чтобы не привлечь вандалов но почему же так ценится сосна только потому что у нее ценная очень нужная древесина или потому что сок дерево живица дает массу полезных веществ скипи даркани фоль камфору не только на самом деле сосна настоящая хвойная фабрика но она еще и лечебница как легко свободно полной грудью дышится в сосновом бару а как сосна разбрасывая корни умеет останавливать пески а как осветляет и обеззараживает грунтовые воды сосна играет важную роль не только в экологии промышленности но и в медицине как в научной так и в народной в научной медицине экстракты сосны и и компоненты исследуются и используются в различных областях благодаря их лечебным свойствам некоторые исследования показывают что экстракты сосны обладают антимикробной активностью что делает их потенциально полезными в борьбе с определенными бактериями и грибками экстракты сосновой коры в частности показали обещающие результаты в снижении воспалительных процессов это может быть полезно для лечения состояний связанных с хроническим воспалением сосна богата антиоксидантами витаминами благодаря своим антимикробным противовоспалительными свойствами препараты на основе сосновой смолы могут использоваться для лечения некоторых кожных заболеваний исследования показали что экстракт сосновой коры может улучшать кровообращение и укреплять сосуды что полезно для сердечно-сосудистой системы сосновые экстракты и масла иногда используются в лечении дыхательных заболеваний благодаря их отхаркивающим и противовоспалительным свойствам из молодых сосновых шишек даже варят варенье известное своим уникальным вкусом и ароматом а также полезными свойствами а семена сосны кедровые орешки питательное лакомство как для животных и птиц в природе так и для людей мы любим ценим сосну но иногда и не жалеем ее порой топор дровосека более безжалостен к сосне чем к другим породам и это очень обидно конечно сосновые насаждения занимают большие площади но ведь и вырубки надо с толком проводить уже теперь отдельные виды сосны занесены в красную книгу когда-то ученый сказал человек следовал за лесами пустыни следовали за человеком кажется что сосне как наименее прихотливой древесной породе умеющий жить до 400 лет предстоит опровергнуть этот вывод если конечно мы ей поможем хотя бы не тотальной вырубкой сохранение защита сосновых лесов это не только вопрос экологии но и необходимость поддержания здоровья нашей планеты и благополучия будущих поколений сосна напоминает нам о том что каждое дерево и каждый лес имеют неоценимое значение для поддержания равновесия и красоты нашего мира сосна это не просто дерево а символ мощи и стойкости олицетворяющий бесконечное многообразие и красоту природы она вдохновляет на способностью выживать в самых суровых условиях напоминая неизменных циклов жизни и времени сосны не только формируют ландшафты лесов и гор они также играют важную роль в экосистемах обеспечивая среду обитания для множества видов растений и животных в мире где природные ресурсы становятся все более ценными сосна напоминает нам о необходимости бережного отношения к природе и и дарам эти деревья живые свидетели истории стоящие прочно и непоколебимо напоминая нам о том что несмотря на все переменчивости жизни красота и сила природы остаются вечными она внушает уважение и восхищение напоминая о том что даже обычные вещи могут таить в себе истинную красоту и величие смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами канал планета земля и и Продолжение следует...